В последнее время в нашей рубрике мы довольно часто говорим о ценах на сахар. И неудивительно, ситуация заинтересовала даже прокуратуру и антимонопольщиков. В Краснодаре было возбуждено дело по факту незаконного повышения цен, а в Татарстане прокуроры вынесли предостережение нескольким торговым сетям и заводам. Очевидно, чиновники считают, что во всем виноваты именно ритейлеры и поставщики. И хотят, чтобы те продавали сахар по тем же ценам, по каким они его и покупали впрок. С учетом наценки. Однако это означает, что в следующий раз магазин сможет закупать куда меньшую партию, чем в прошлый раз. Ведь цены на сахар привязаны к мировым биржам и те постоянно растут из-за колебания курсов. Таким образом, запрет на повышение стоимости может привести к дефициту. Само государство, кстати, почему-то не готово продавать валюту по тому курсу, по которому закупал ее в резервы год назад. Ну, разумеется, это не означает, что не надо ловить ритейлеров за руку, если они откровенно наживаются на своем монопольном положении. Однако главными причинами подорожания остаются издержки производителей, которым предстоит посевная компания и ослабление рубля, из-за которого растет цена на импортный сахар-сырец. Еще в конце ноября в магазинах сахар стоил порядка 30 рублей за килограмм. Затем цены резко пошли вверх и сегодня находятся на уровне 52-55 рублей. Рост составил 70%. На бирже сейчас килограмм сахара стоит порядка 22,5 рублей. Если посмотреть на оптовые цены, то они по России колеблются от 20 до 45 рублей. Так что у ритейлеров пока нет оснований поднимать цены выше сегодняшнего уровня. Продолжение следует...